Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию, по вашей просьбе, фильм об изготовлении нимфы, веснянки. Но их существует бесконечное множество, поэтому мы с вами будем изготавливать собирательный образ. Крючок я взял номер 12 фирмы Тимка 200Р и слегка подогнул загиб колечка, так как мне удобно. Вы можете вязать, как вы сами захотите. Для начала я изготовил глазки, нам понадобятся из лески, и нам понадобится такой материал, как биоты. Если у вас, допустим, по каким-либо причинам его нет, в одном из фильмов на канале я показывал, как можно изготовить эту мушку и с помощью пера охотничьего фазана. Огрузку я буду осуществлять с помощью свинца, но, как я вам покажу, я его прокатал так, чтобы с одной стороны он у меня был тоньше, а потом шел нормально не обкатанным. Берем наш клей и нанесем совсем немножечко на цевьё. И приблизительно, начиная от самого начала загиба, немножко отступив, буквально здесь пару миллиметров, для крепления материалов, начинаем огружать нашу нимфу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА БЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Край свинца, чтобы мне сильно не мешал при изготовлении Я также беру утконосики и слегка его сплюсну Тогда у меня не будет этого бортика и ступеньки И аккуратненько теперь заделаем наши края свинца У нашей мушки, как я уже показывал, есть глазки и есть усики Для начала я буду использовать разные нитки Но вначале мы с вами закрепим темную нить И изготовим с вами глазки и усы Нить подберете по своим характеристикам и по своей величине крючка Буквально совсем-совсем немножечко нанесу клея Так как нить у меня полиэстер И в основном вы спрашивали, почему я всегда применяю клей Потому что начинает полиэстер скользить по цевью И тогда недостаточно хорошее сцепление у меня материалов Спереди наши усики должны быть несколько поменьше Поэтому я подготовил парочку биотов соответствующей длины И их отрываю Подравниваю так, чтобы они у меня были равной длины И по краям совсем-совсем-совсем Прихватываю один биот И подхватываю второй Пока ничего мы с вами не сдвигаем, не передвигаем Подхватываем для того, чтобы их подровнять по величине и по длине Посмотрели? Приблизительно вот такой длины для меня будет достаточно И теперь я, не трогая моих биотов Развожу их на необходимый мне угол И проматываю дальше мои биоты до тела Можно отрезать, можно не отрезать Это уже не имеет значения Учитывая то, что мы здесь будем крепить глазки Нам желательно сейчас немножко вот так приподнять наши усы И пройти у колечка Для того, чтобы слегка их поднять Вернули их обратно на место Бортик мы уже с вами изготовили Там, где будем крепить глазки И нам теперь остается совсем Немножко добавить клея На место крепления И закрепить наши глазки Закрепим глазки И поменяем нить Поменяли нить Закрепили глазки Немножко я промазал свинец Клеем И буквально совсем-совсем Немножко сильно не усердствуем Проходим по нашему свинцу Слегка подравнивая все неровности, которые есть Нить я взял белую Так как потом мы будем работать Со светлыми материалами И желательно, чтобы Не проявился наш свинец И другая нитка Доходим до Начала загиба И здесь я возьму Совсем немножечко Вот я буду изготавливать Из такого даббинга тела Не все, конечно Делаем небольшой шарик Можно из нитки Можно из даббинга Это так, как вы, допустим, для себя захотите Немножко промажем нитку Возьмем совсем Щепоточку даббинга И сформируем Поддерживая вот так нитку Ноготком, чтобы она никуда не уходила У нас Сформируем Вот такой шарик И теперь нам понадобится с вами Вторая часть биотов Которая Хвостовые придатки Обозначает наши нимфы Здесь нам понадобится уже Несколько длиннее Поэтому Вы подберите для себя Парочку Биотов Повторю Если нет у вас возможности Можно заменить На Перо фазана Подравниваю Их вот так Края Можно крепить Как Вот сбоку Допустим Некоторые Крепят Я всегда стараюсь Закрепить Немножко сверху И потом Развести Их в сторону Парочкой оборотов Прихватили Удерживаем Наши Придатки Как вы видите У нас уже сразу Разошелся хвостик За счет нашего бортика Придадим То направление Которое нам Необходимо Для нашего Нашей нимфочки И нить Оставляем здесь Тело можно изготавливать Как из даббинга Потом пленкой Можно Специально Есть для этого Пленка Которая Изготавливается Тело Полиэстер Есть Который Специально Для тела Нимф Но я буду Использовать Вот такой Материал Который Продается В магазинах По рукоделию Я выбрал Такой цвет Шартрес Так как Брюшко У нашей Нимфы Несколько Светлее А спинка У нас Темнее Поэтому Исходя Из этого Я и буду Изготавливать Так Чтобы мы Могли Вверх Нашей Нимфочки С вами Потом Подкрасить Слегка Подхватили Учитывая То что Материал Не совсем Надежный Капнем Немножечко Клея Совсем Совсем Немножко Клей Клей Наш Подсох Теперь Я беру Вот Такой Даббинг Можете Использовать Как Я уже Говорил Любой Под цвет Ваших Нимфочек Наношу Немножечко Клея И Даббинг Я буду Наносить Так Чтобы Он Был У меня Несколько Пушистым И Рыхловатым Но С небольшим Количеством Так Чтобы У меня Оставались Лохматенькие Волоски Тело Можно Как я уже Говорил Изготавливать Покрыть Сверху Пленкой То есть На своих Каналах Я уже Вам Неоднократно Это Показывал Вот Приблизительно Делаю Вот такую Наборку И совсем Немножечко Прокручиваю Нитку Даю Прихватиться Моему Даббингу Руками Не Подкручиваю Вернее Руками Наш Даббинг Мы не Трогаем То есть Ровно Сколько У нас Вот так На нитку Накрутилось И Теперь Начиная От Самого Загиба Движемся Тело Мы уже С вами Форму Придали Поэтому Для того Чтобы Подравнивать Даббингом У нас В этом Нет Необходимости Мы Создаем Только Лишь Вот Такую Небольшую Лохматость Которая Нам При Последующей Намотке Нашего Тела Будет Создавать Иллюзию Жаберок Добавим Еще Немножечко И Доходим С вами Приблизительно До Следующей Третьи Ключка Там Где У нас Находится Бум Формировать С вами Грудку Сделаем Завершающий Узел Нить Удалим Чтобы Не мешало Нам Красиво Намотать Тело И В ним Сперва С небольшой Натяжкой А потом Меньше Меньше И меньше Стараемся Виточек К виточку Произвести Обмотку Нашего Тела Волоски Которые Проступают Это Очень Хорошо Нам Они Как Раз С вами И Нужны Доходим С вами Там Где Мы Удалили Нашу Нить Сделаем Один Оборот И Возьмем Теперь Другую Нить Я буду Изготавливать Теперь уже Более Темной Так как Грудка У нас Будет Темная Держим Натяжку Наш Материал И Буквально Пару Тройку Оборотов По Силикону Будет Вполне Достаточно Добавим Капельку Клея И Удалим Остатки Удалили Остатки Поставили Крючок В удобное Положение Для нас И Теперь Нам Необходимо На место Крепления Сделать Небольшое Утолщение Для того Чтобы Мы С вами Смогли Закрепить Первые Зачатки Крыльев На нашей Грудке Я Беру Уже Второй Другой Дабинг Вот такой Более К болотному Цвету И Уже Дабинговую Свою Нить Делаю Достаточно Крепкой И плотной И Формируем Здесь Небольшое Вот такое Утолщение В качестве Крылышек Как я уже Вам показывал Я буду Использовать Вот такой Материал Который Остается После Того Когда Откроем Сумку Где Хранятся Диски Наши DVD Я Слегка Подкрасил Коричневым Сделал Контур Черным Крылышек И Теперь Мы С вами Закрепим Первую Пару Наших Крыльев Выберем Величину Размер Длину Еще Маловато Надо Добавить Немножко Дабинга Так Как Наше Крылышко Должно Смотреть Слегка Вверх Примеряем Вот теперь Меня устраивает Где-то Приблизительно До середины Нашего Тела Должно Наше Крылышко То есть Посмотрите По своим Габаритам Крючка Подберете Для себя Вот Приблизительно Вот так Должно Выглядеть И Теперь Мы Окончательно Продавливаем Наш Полиэтилен Добавим Совсем Чуть Капельку Клея На нить И Промотаем Окончательно Теперь Для того Чтобы Сформировать Вторую Часть Нашего Чехлика С крылышками Мы Можем Вот так Перевернуть Но Для того Чтобы Так же Как у Меня Допустим Было С первым Крылом Оно Смотрело Вот так Симпатично Вверх Нам С вами Опять Необходимо Будет Сформировать Здесь Шарик Вот Столько Будет Нам Вполне Достаточно И Теперь Нам Необходимо С вами Сдвинем Немножко Дабинг С нитки Не убираем Открасим Сразу Наше Крылышко Так как Потом Возможности У нас Уже Не будет Закрепили Крылышко И На месте Крепления Моего Крыла Как вы Видите Я закрепил Еще Вырезал По ширине Полосочку Обыкновенного Полиэтилена Добавил Немножечко Капельку Клея И Уже Хорошо Здесь Закрепил Теперь Нам С вами Необходимо Сделать Заготовку Из Которой Мы Будем Изготавливать Лапки Я Подобрал Вот Такое Перо Которое У меня Есть И Теперь Нам Необходимо Его Закрепить Там Где Мы С вами Закрепили Крыло Так Чтобы Строго Вертикально Находилась Ость Моего Пера Хорошо Проматываем И Теперь Мы С вами Будем Нанесем Еще Немножко Сюда Клей И С вами Сформируем Половина Грудки По Толщине Так Как Остальную Часть Мы Будем Уже С вами Изготавливать Когда Будем Крепить Перо Даббинг Я Использую Все Тот Ж Который Слегка Болотного Цвета Поэтому Аккуратно Вот так Я Намочу Своё Перо Уведу В сторонку Бородки Чтоб Мне не Мешало И Будем Изготавливать Мы Должны По Толщине Приблизительно Немножко Не доходя До Той Величины Как Есть Грудка У живого Насекомого Она Должна Быть Хотя Б На Половину Толще Нашего Тела Добавляем Даббинг И стараемся Даббинговую Верёвочку Сделать Поплотнее Не доходим Буквально До Глазок Хотя Бы Миллиметр Вот Такими С Даббингом Оставляем Нашу Нить У Глазок И Теперь Нам Необходимо С вами Наклонить Отобрать Определённое Количество Обородок Сколько Нам Необходимо И Закрепить Строго Вот Так Поверху Отбираем Необходимое Количество Обородок Закрепим И Отрежем Остатки Нашего Пера Закрепили Отрезали Остатки Пера У нас Должна Выйти Вот Такая Конструкция Нить Переводим К Месту Крепления Нашего Чехольчика И там Где мы Крепили Перо Теперь нам Остается С вами Выполнить Одну Очень Ответственную Работу От этого Будет Зависеть Красота Нашей Нимфочки Мы Мы Должны Изготовить Очень Тоненькую Даббинговую Веревочку Очень Тонкую Совсем С небольшим Количеством И Двигаясь Глаз Разбить На Три Равные Части С них Мы Будем Изготавливать Лапки Вот Так Приблизительно Мы С вами Должны Разбить На Шесть Лапок И Я Беру Теперь Свой Лак Нанесу Немножко На Лапки Это Работа Длительная Встретимся После того Когда Я Подготовлю Лапки Ну И Остается Потом Естественно Нам Накрыть Чехольчиком Вот Друзья Мои Мы С вами Дождались Пока Высох Лак Подровняли Подрезали Лапки Немножко Подкрасил Я Чехольчик Так как Он у нас Должен Быть Темного Цвета И Подкрасил Спинку Нашей Нимфочки Как Вы Видите Вот Такая Она В природе Брюшко Светлая Грудь Более Темная Спинка Понятное Дело Тоже Темная Вот И Все Очень Уловистая Приманка Практически Круглый Год Я Как Всегда Использую В неизвестных Водоемах В качестве Разведывательной Благодарю Вас За Внимание До Скорых Встреч Продолжение следует